Владимир Гелировский. Москва и москвичи. Часть третья. Штурман дальнего плавания. Был в начале 80-х годов в Москве очень крупный актёр и переводчик Сарду Киреев. Он играл в Народном театре на Солянке и в Арктическом кружке. Его сестра Киреева, оба они были народники, служила акушеркой в Мясницкой части, была любимицей соседних трущоб Хитрого рынка, где её все звали по имени и отчеству. Много восприняла она в этих грязных мочлежках будущих нищих и воров, особенно если по несчастью дети родились от матерей и замужних, считались законными, а потому и не принимались воспитательный дом, выстроенный исключительно для незаконорожденных и подкидышей. Врачом-полицейским был такой же, как Ольга Петровна, благодетель Хитровской Рвани, описанный портретно в рассказе Чехова-Попрыгунья, Кувшинников, нарочно избравший себе этот участок, чтобы служить бедноте. Киреева была знакома с нашей семьёй и часто её маленькая дочка Леля бывала у нас, и мы с женой бывали в её маленькой квартирке в третьем этаже промозглого грязно-жёлтого здания под самой каланчой. Внизу была большая квартира доктора, где я не раз бывал по субботам, где у Софьи Петровны, супруги доктора, страстной поклонницы литераторов и художников, устраивались вечеринки, где читали, рисовали и потом ужинали. Бывал там и Чехов, и его брат, художник Николай, Левитан. Словом, весь наш небольшой кружок начинающих и не всегда вкусно-сытых молодых будущих. Как-то днём захожу к Ольге Петровне. Она обмывает в тазике покрытую язвами ручонку двухлетнего ребёнка, которого держит на руках грязная нищенка, баба лет сорока. У мальчика совсем отгнили два пальца, средний и безымянный. Мальчик тихо всхлипывал и таращил на меня глаза. Правый глаз был зелёный, левый карий. Баба ругалась. «Ух, катажный дурмоеден, удавить бы тебя мало!» Я прошёл следующую комнату, где кипел самовар. Вернувшись, Ольга Петровна рассказала мне обыкновенную хитровскую историю. На помойке ночлежки нашли солдатку нищенку, где она разрешилась от бремени этим самым младенцем. Когда Ольгу Петровну позвали, мать была уже мёртвой. Младенец был законнороженый, а потому его не приняли в воспитательный дом, а взяла его ночлежница нищенка и стала с ним ходить побираться. Износнуло как-то пьяное ножество на улице и отморозил ребёнок на два пальца, которые долго гнили, а она не лечила, потому что подавали больше. Высвет он перед прохожим изъязвленную руку, ну и подают сердобольные. А раз Сашка Кочерга наткнулась на полицию и её отправили в участок, а оттуда Кольке Петровне, которую я знала хорошо, на перевязку. Плохой, ледящий мальчонок был. До трёх лет за грудного давала. И раз нарвалась, попросила на улицу проходившую начальника сыскной полиции Ефимбаха помочь грудному ребёнку. Грудной, говоришь? Что-то велик для грудного. Высунул малый из тряпок и тычет культяпка ручонкой, будто козу делает. А тебе что за дело? Сволоседокая. Посёлки! Кончилось отравлением в участок, откуда малого снесли в ночлежку, а Сашку Кочергу припроводили по характеру болезни, в лесницкую больницу. И больше его в ночлежке не видели. Вскоре Коську стали водить нечестную за ручку. Перевели в пешие стрелки. Заботился о Коське дедушка Иван, старик-ночлежник, который заботился о матери, брал её с собой на всё лето по грибы. Мать умерла, а ребёнок родился 22 февраля. Почему её крестил его дедушка Иван? Косьяну. Косьян праведный. Зал её потом старик за странность характера. Он никогда не лгал. И сам старик был такой. Правдой надо жить, неправдой не проживёшь, попрекал он Сашу Кочергу, а Коська слушал и внимал. Три года водил за ручку Коську старик по зимам на церковной паперти. А летом уходил с ним в Сокольники и дальше. Лосиный остров по грибы. И там зарабатывал пропитание. Тут Коська от него и своей матери узнал. Она по зимам занималась стиркой в ночлежках, куда приходили письма от мужа, её солдат, где-то за Ташкентом. А по летам собирала грибы и носила в охотный. Когда Коське минуло шесть лет, старик умер в больнице. Остался Коська один в ночлежке. Малый бойкий, ловкий и от лесной жизни, сильный и выносливый. Стал нищенствовать по ночам у ресторанов, в разувку бегает босой по снегу, а за углом у товарища валенки. Потом сошёлся с карманниками, стал работать на сухарёвке и по вагонам конки, но сам в карманы никогда не лазил, а только был убегалый. То есть ему передавали кошелёк, а он убегал. Ему верили, никогда ни копейки не возьмёт. Потом на стрёме стал стоять, но стоило гордовому спросить, что ты тут делаешь, пащенок, он обязательно всё в правду ахнет. Калаулю, там наши ребята лавку садола подламывают. Уши били его, воры, за правду, а он всё своё. Почему такая правда жила в ребёнке, никто не знал. Покойный старик-грибник объяснял по-своему эту черту своего любимца. «Косьяна зову, потому и не врёт. Такие в три года один раз родятся. Косьяны все правдивые бывают». Коська слышала эти слова его часто и ещё правдивее становился. Умер старик, прогнали Коську из ночлежки. Прижился он к подзаборной вольнице, которая шайками ходила по рынкам и ночевала в помойках, в пустых подвалах под красными воротами, в башнях на старой площади, а летом в парке и сокольниках. Когда тепло, когда каждый кустик ночевать пустит. Любимое место у них было под Сокольниками на Ширяевом поле, где тогда навезли целые бунты толстеньких чугунных труб до готовившейся в Москве канализации. Тут жили и взрослые бродяги, и детвора бездомные. Ежели заглянуть днём во внутренний струб, то там лежат стружки, солома, рогожи, бумага фишная со столбов трепьё. Это постели ночлежников. Коська со своей шайкой жил здесь, а потом все переехали на Балкан, а подземелья старого водопровода. Так бродячие детвора, промышлявшие мелким воровством, чтобы кое-как пожрать только, ютилось и существовало. Много их попадало в рукавишниковский исправительный приют, много их выслали на родину. А пайки росли и росли, пополняемые трущобами, где оплодилась нищета, и беглыми мальчишками из мастерских, где подчас жизнь их была невыносима. И кто вынесет побои колодкой по голове от пьяного сапожника, и тому подобные способы воспитания, веками внедряшись в обиход тогдашних мастеров, куда приводили из деревень и отдавали мальчуганов по контракту в учении на года, чтобы с хлеба давы. И не все выносили эти пятилетнюю кабалу в проголодь, в побоях. Целый день полуголодный, босой и в равных опорках зимой, видит малый на улицах вольных ребятишек и пристает к ним. И бежали в трущобу, потому что им не страшен ни холод, ни голод, ни череба, ни побои. А ночевать в мусорной яме или в подвале ничуть не хуже, чем у хозяина в холодных сенях на собачьем положении. Здесь пей сколько влезет, пока брюхо хлеба не запросят. Здесь никто не разбудит до света пинком и руганью. Чего дрыхнешь, свалочь, вставай, дармоедичи, вяжет хозяйка. И десятилетний дармоедичи начинает свой рабочий день, таща босиком по снегу или грязи на помойку полную лоханку больше себя. Ольге Петровне еще раз пришлось повидать своего пациента. Он караулил на остановке конки у страстного и ожидал, когда ему передадут кошелек. Увидал он, как протискивалась на площадку Ольга Петровна, как ее ребята затырили и свистнули ее акушерскую сумочку. Как она хватилась и закричала отчаянным голосом. Через минуту Коське передали сумочку, и он убежал с ней с тренглав, но неусловленное место. Поляковский сад на Броне, где ребята обыкновенно тырбанили слам. А убежал он по бульварам к турбе, потом к покровке, оттуда мясницкая часть весь и сел у ворот в сторонке. Спрятал под лохмотнюю сумку и ждет. Показывается Ольга Петровна. Идет, шатается как-то. Глаза заплаканы в ворота по двору. Он за ней догоняет на узкой лестнице и окликает. Ольга Петровна? Остановилась, спрашивает. Да чего Коська? А сама плачет. Ольга Петровна, вот ваша сумка, все целое. Ни сень пороха, ни тронута. Это был счастливейший день моей жизни, по всей моей жизни, раскорона мне. Оказывается, что в сумке, кроме инструментов, были казенные деньги и документы. Пропажа сумки была погибелью для нее. Под суд. Коська сунул меня в руку, сумку исчез. Когда я выбежал за ним на двор, он был уже в воротах и убежал, продолжала. Через год она мне показала единственное письмо от Кости, где он сообщает, письмо писано под его деток, что пришлось убежать от своих шермачей, потому что я их обманул и что правду им сказать было нельзя. Убежал я в Ярославль. Доехал под вагоном, а оттуда попал летом в Астрахань, где я работаю на рыбных промыслах, а потом обещали меня взять на пароход. Я выучился читать. Это было последнее известие о Коське. Давно умерла Ольга Петровна. 1923 год. Иду я в домком. В дверях сталкиваюсь с человеком в черной шинели и телении кепки. Извиняюсь, извиняюсь. Он поднимает левую руку, придерживая дверь, и я вижу перед собой только два вытянутых пальца, указательный и мизинец, а двух средних нет. Улыбающиеся, милое, чисто выбрито лицо и эти пальцы. Мы извинились и разошлись. За столом управляющий. Сажусь. Встретились вы сейчас интересного человека. Да, пальцев на руке нет. Будто козу кажет. Что пальцы? А глаза-то у него какие? Один зеленый, а другой карий. И оба смеются. Наш жилец? К сожалению, нет. Приходил отказываться от комнаты. Третьего дня отвели ему номер шестой по ордеру комнат. А сегодня отказался. Какой любезный. Вызывают на Дальний Восток в плавание. Только что приехал и вызывают. Моряк он. Всю жизнь море пробыл. В Америке, в Японии, в Индии. Наш, русский, старый революционер 1905 года. Заслуженный. Какие рекомендации? Жаль такого жилца. Мы бы его сейчас председатель заперли. Интересный, говорю. Да, очень. Вот от него мне память осталась. Тогда я ему план к нашей анкеты дал. Он написал, а я прочел и усомнился. А он говорит, все правда. Как написано, так и есть. Врать не умею. Управляющий период мне нашу домовую анкету читаю по рубрикам. Кося Иванович Иванов. 45 лет. Место рождения. Москва. Дом Ромейка на Хитровке. Мать солдат Конищенко. Отец неизвестный. А в самом верху анкеты против рубрики должность написано штурман дальнего плавания.